Вот и стартовал групповой этап Лиги Чемпионов 2017-2018 годов. Давайте вместе узнаем все результаты вторника и расписание матчей среды. Очень много было разгромных результатов. Начнем с группы A, в которой ЦСКА начал турнир в Португалии против Бенфики. После первого тайма была игра равных соперников, но сразу после перерыва Сеферович забил за Орлов. Но проигрывать такой матч для ЦСКА было очень обидно и московская команда вырвала волевую победу 1-2 с пенальти Витиньо и второй гол за ЦСКА забил вышедший на замену Жамаледдинов. Манчестер Юнайтед принимал швейцарский Базель и решил показать, кто хозяин группы и победил 3-0. Филайни открыл счет, а помог ему в этом Янг, хотя ранее в прошлом ролике я сообщил, что оба игрока были под вопросом участия в этой игре. Также за МЮ отметился Лукаку и Решвард. ЦСКА и Манчестер возглавили группу, у них по 3 очка. И 27 сентября они сыграют в следующем туре между собой, а Бенфика отправится в гости к Базелю. Вообще все матчи этих четырех групп так же синхронно, как и сегодня, пройдут в один день, 27 числа. На очереди группа Би. Уже на 11-й минуте Кумс был удален и как играть дальше Андрехту против Баварии было просто непонятно. В итоге разгром 3-0. Ливандовский, Алькантара и Кимик забили за Мюнхен. Но этот результат переплюнул ПСЖ, который раздербанил Селтик на выезде 0-5. Хозяева не выдержали напора и уже после первой половины горели 0-3. Забили НМК. Неймар, Бапе, Кавани. Кавани забил еще раз, но во второй половине. Также был в этой встрече и автогол. Как известно, и руководство ПСЖ и Баварии еще летом заявило о намерении выиграть Лигу Чемпионов. Эти клубы и набрали по 3 очка после первого тура. А во втором они выяснят между собой отношения. Селтик будет заризывать раны в Бельгии против Андерлекта. Группа Си. Единственный матч, в котором не было забито ни одного гола, это Рома Атлетика. Ну, бывает. 5-0 от ПСЖ. Это еще не самый крупный результат вторника. Челси 6-0 обыграл азербайджанский Карабах. Педра Дзапакоста, Аспеликуэта, Бакайока и Бачуай ковали эту победу. Ну и не обошлось здесь и без автогола. В итоге у Челси 3 очка. У Ромы и Атлетика по одному. У Карабаха 0. Во втором туре сразятся в Испании. Атлетика Челси и Карабах примет Рому. И последняя на сегодня группа Ди. Барселона не оставила шансов Ювентусу 3-0. Дважды забил Месси. Между его голами пролез гол Ратитича. Еще один португальский клуб играл в этот день. И выигрывал Спортинг после первой половины 0-3. Но греческий Олимпиакос отошел от нокаута только к 89-й минуте, когда и забил Пардо. В следующий раз лидеры группы Спортинг и Барселона сыграют между собой. А Ювентус будет стараться взять первые турнирные очки в матче против Олимпиакоса. В среду ожидаются такие встречи. В группе Эдж Тоттенхэм примет Боруссию, Ареал АПЛ. Группа G. Порту Бешекташ, Лейпциг, Монако. Группа F. Шахтер Наполи, Фейнорд, Манчестер Сити. И группа И. Ливерпуль, Севилья, Мориборг, Спартак. Рекомендую ролик про последние новости футбола, из которого вы узнаете про стоимость билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и конечно же подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно.